Программа «Гражданство Черногории» Программа Черногории неожиданно после определенного затишья вновь оказалась в центре внимания. Отчасти это связано с пандемией, с коронавирусом, с тем, что людям просто надоело сидеть в одном месте, а паспорта различных стран позволяют перемещаться по миру гораздо успешнее, чем если у вас есть только один паспорт какой-то одной страны. С другой стороны, сама Черногория оказалась в каком-то смысле чуть ли не самой простой, прозрачной и понятной из европейских стран, опять-таки с точки зрения черногорской программы получения гражданства. Вначале я с удовольствием представляю наших экспертов. Как вы понимаете, я здесь сегодня только такой соведущий. Светлана Томпсон, глава представительства в России СНГ, Montes Mountain Resort. Светлана, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Филипп, рада тоже вас видеть, рада приветствовать всех зрителей, кто собрался сегодня послушать о программе и о нашем прекрасном проекте. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте, пишите вопросы, они в чате будут появляться. На подавляющее большинство ответим прямо сегодня во время эфира. Если на какие-то ответить не успеем или не сможем, обещаем в материале, который будет выходить у нас буквально через несколько дней на Прианру, будут в том числе и ответы на ваши вопросы. И вторая история. По результатам нашего вебинара будет видео, безусловно, и будет статья. Все, кто зарегистрирован на вебинар, безусловно, ссылку и на статью, и на видео получат. Итак, Светлана, ну, буквально несколько слов, как, значит, сначала мы буквально пару слов о проекте, потом поговорим о программе Черногории, а потом к проекту вернемся более масштабно. Итак, пожалуйста, Светлана, несколько слов о проекте. Да, спасибо, Филипп. Наш проект – это пятизвездочный отель, который находится на севере Черногории в городе Калашин. Проект авторизовался под программу Черногории в конце сентября прошлого года, то есть достаточно новый проект. И, в общем, подробно я тогда расскажу, наверное, когда мы перейдем к этой теме, да, чтобы уже и сразу отвечу на все вопросы. Отлично, хорошо. Светлана, спасибо огромное. Софья, давайте тогда начнем, собственно, с Черногорской программы. Базовые параметры ее, возможно, многие наши зрители про эту программу уже знают, но, в любом случае, напомнить будет не лишним. И давайте сразу тогда включим презентацию, связанную с программой нашей. Пожалуйста. Нет, вот. Нет, сейчас. Программа Черногории в этом году нами называется программой года 21-го, потому что это действительно самая яркая и интересная программа из всех существующих и в Европе, и в других странах нашего земного шара. Их немного осталось. В прошлом году от нас ушла кипрская программа, к сожалению. А вот Черногорская как раз заместила и впитала в себя все прелести всех возможных программ воедино. Программа очень простая. Действует она на членов семьи главного заявителя, таких как муж-супруга, муж-жена, дети, финансово зависимые и находящиеся на обучении. Программа недорогая сравнительно, особенно если сравнивать ее с остальными прошлыми или настоящими европейскими программами. Вложение 350 тысяч, как вы видите на слайде, минимальный капитал. Плюсом идут пошлины, обязательные такие, как application, пошлина, due diligence и услуги юридического оформления. Все это рождает как раз сумму, из которой складывается стоимость паспорта Черногории. Почему программа интересна? Потому что она очень простая. Очень небольшой пакет документов ведет к тому, чтобы за месяц собрать его инвестору и нашему представителю, юристу, которого мы выделяем, и подать в Черногорию на рассмотрение властям. Программа не принимает три категории граждан. Это граждане, которые имели судимость, имели, имеют или находятся в процессе излучения. К сожалению, такие не пройдут граждане. Плюс ПЭПы высокого уровня, это политикально exposed person, лица под санкции, имели связанные с санкционными компаниями. И лица, которые совсем никак не могут показать происхождение средств. Все остальные могут участвовать в этой прекрасной программе. Шесть месяцев и паспорт Черногории у нас на руках. И это максимальный срок. Первые наши клиенты выходили аж за 49 дней. Это было уникально вообще, в принципе, для рынка гражданства через инвестиции. На сегодняшний момент это чуть больше 120 дней рассмотрения принятия решений. И дальше уже прямая, выход сертификата на гражданстве и паспорт. Скажите, пожалуйста, 3-6 месяцев. Изначально, говорят, вы сейчас называете срок 6. Все-таки в текущих условиях, в условиях закрытия границ, насколько эта процедура изначально была забюрократизирована и насколько она забюрократизирована сейчас? То есть Черногория, про черногорцев говорят, они не самые такие, знаете, активные, не самые агрессивные люди. Вот как это все работает? Абсолютно так, Филипп. Не самые прогрессивные. И на самом деле чиновники в любой стране земного шара, они одинаковые, где бы они ни были. Мы прекрасно знаем, что такое чиновническая масса в нашей прекрасной стране. Ну и чиновники в других странах не отличаются от наших, с кем мы знакомы. Вот чиновники в Черногории тоже дают о себе знать. И эпизодические проволочки с программой, они как раз связаны с бюрократией на местах. Но так как законам, спасибо законам, был определен срок в 6 месяцев, за которые мы, государство, должно выдать и решения, и документы инвесторам, поэтому страна придерживается этих сроков. Раньше было быстрее, потому что чиновники могли справляться с объемом поданных заявок. Сейчас их много, поэтому начались именно вот эти самые временные проволочки. Ну и плюс, естественно, еще повлияло перевыборы, повлияли в августе прошлого года, которые как раз внесли небольшой раздрай в принципе в понимании того, каким образом должна быть представлена миру эта программа. Но сейчас все устаканилось. Вот сегодня, кстати, мы уже ознакомились с новым сайтом государственным Черногорским. Раньше он был ужасно неудобен, а сегодня мы увидели совершенно прекрасный продукт, с которым реально можно жить и работать, и смотреть в него, и получать оттуда новую интересную информацию. Просто браво. Смотрите, поступают уже первые вопросы. Вопрос, связанный с двойным гражданством. Если у тебя есть какой-то свой паспорт, как ты поступаешь с ним, претендуя на гражданство Черногории и получая его? А вот тут очень хороший вопрос. У Черногории есть отличная добавка в законодательство миграционное. Для инвесторов, для тех, кто приобретает гражданство через инвестиции путем инвестиции, простите за тавтологию, в любой авторизованный государственным проект, есть небольшое послабление. Так как просто, если вы получаете черногорский паспорт гражданства путем натурализации, необходимо отказаться от любого другого гражданства, с которым вы приходите в страну. А вот инвесторы такого не должны делать, поэтому паспорта остаются. И являясь российским гражданином, в данном случае мы разговариваем как раз о гражданах из Российской Федерации, выходцев из СНГ, имеют право оставлять свое первое гражданство для всех членов семьи, с которыми подаются на черногорское гражданство. Таким образом, у них, как кажется, два паспорта, черногорский и российский. В России это также разрешено 62-й статьей Конституции РФ. Единственное, что нужно сделать после того, как мы все получаем второй статус, это заявить властям о том, что мы теперь являемся счастливыми обладателями второго паспорта. Но заявите же в тот момент все, когда гражданство получено. Когда у нас есть паспорт на руках. Окей. Давайте еще тогда маленькое уточнение. Все-таки, какая часть процедур делается в России и до какой стадии при оформлении паспорта ты находишься в России? И в какой момент ты уже должен появиться в Черногории и что сделать там? Да, Филипп, четко поделены эти стадии. Здесь в России мы подписываем договор о том, что мы оказываем юридическое сопровождение по сбору документов. Мы с клиентом входим в этот самый сбор. Это так кажется на бумаге, что пунктов документа, по сбору документов их достаточно немного. По факту выявляется, что кто-то где-то забыл, потерял, нужно восстановление того или иного документа, непонятно, как оформлять ту или иную бумагу. Все, поддержку оказывают наши юристы, уже набившие руку за предыдущий период времени. Программа существует с сентября 2019 года, поэтому уже больше года мы имеем возможность и отличную практику подготовки и подачи документов на гражданство. Здесь мы готовим полностью наши российские документы. А постель не требуется, спасибо пандемии. Это требование было упразднено, но необходимо материальное заверение и перевод на английский язык. Вот это все делается здесь, медицина проходится здесь. Достаточно большое количество медицинских показателей должно уехать в Черногорию, но и с этим тоже все наши клиенты, которые приходили к нам, справлялись. Потом, как только все формы подписаны, все документы собраны, переведены на английский, и все это DHL отправляется в Черногорию, вот там начинается фаза номер два. Здесь мы подписали, кстати, еще доверенности на нашего сотрудника, на сотрудника Apex Capital Partners, который на Черногорской земле будет подписывать от имени нашего клиента любого договор, преддоговор с девелопером, с Monty's Mountain Reson by Splendid, к примеру, от имени нашего клиента. Преддоговор будет нотариально заверен и апостелирован уже на Черногорской стороне и в электронном виде предоставлен клиенту в качестве доказательства того, что сделка состоялась. Дальше будут открыты также по доверенности два S-кроусчета. S-кроусчет на девелоперский взнос и S-кроусчет на взнос государства, который равен 100 тысячам евро. И деньги инвестора идут не напрямую сначала в Monty's, а идут сначала на S-кроусчет, ровно так же, как и государственный взнос. Все это происходит, деньги держатся на счетах до момента получения обобрения клиента. Так вот, возвращаясь к процедурным вопросам, S-кроусчета открываются, преддоговор подписывается, документы на Черногорской стороне переводятся нашим офисом на черногорский язык, и вот тогда уже все это вместе несется в департамент и осуществляется подача. Мы получаем бумажку о том, что подача осуществлена с этого момента, а не с момента того, как клиент подписывает с нами договор, начинается отчет времени. В какой момент клиент понимает, гражданство ему одобрят или нет? Здесь тоже есть несколько моментов, которые важно понимать. Первое. Перед тем, как мы идем вообще в любые договорные отношения с клиентом, мы обязаны сделать предпроверку. Предпроверку делаем мы с помощью системы WorldCheck Reuters. Это обязательно условие любого иммиграционного адвоката, такого уровня, как Capital Partners, и любого финансового института в мире, в принципе. Если есть шероховатости в истории человека, в принципе, ПЕС, которыми он боится идти в программу, у него есть опасения, он понимает, что у него есть скелеты в шкафу, и мы понимаем, что нужно лучше сделать дополнительную проверку, мы отдаем документы человека в независимый due diligence. Это осуществляется независимыми due deal компаниями, которые находятся в Америке или в Канаде, или в Великобритании, кстати, тоже. Такие же компании, нанимаемые, бывают и государствами. И вот такой независимый due deal открывает уже человеку полностью картину мира, что же увидит государство при полной проверке, если бы мы подавали документы за нашего инвестора уже напрямую. Как только мы видим всю картину мира, если принимаем решение вместе с инвестором, что можем подаваться, подаемся. Но это в сложных случаях. В простых случаях предпроверка в чек, подписываем договор, дальше идет вот эта вот самая подача, и начинается due diligence государство уже. Когда человек заплатил за due diligence, это семь с половиной тысяч за одного человека, за главного аппликанта, за семью – это десять тысяч до четырех человек, за каждого дополнительного по полторы тысячи. Все эти средства идут напрямую в due diligence компанию. И вот именно это и является самой длительной процедурой до того, как человек поймет, да или нет. Как правило… И он сначала получает положительный ответ уже вместе с паспортом, или сначала да, а потом еще какая-то процедура идет? Все получается, к сожалению, не вот так, хотя нам всем людям хотелось бы, чтобы это было именно так. Сначала наши инвесторы получают через нас путем электронной почты одобрение, где государство пишет, что такой-то, такой-то аппликант одобренный, члены его семьи тоже одобрены, и процедура идет дальше. Выпускаются деньги с эскру счетов и девелоперу Монис Маунтин Резорт, например, и в государство уходит тот самый благотворительный взнос – сто тысяч. И дальше идет уже щелчок, который означает, что идет выпуск сертификатов о гражданстве. Кстати, сертификаты о гражданстве и являются главными документами, свидетельствующими о владении паспортом. Получаю я физические гражданства в Черногории, я должен туда приехать? Если да, то на каком основании я туда выезжаю? Я вроде как гражданин, но паспорт у меня там. А у нас, у россиян, есть безвизовый въезд в Черногорию. Поэтому в любое время, если нет пандемичных, надеемся, что больше их не будет, но пока еще не сняли все ограничения, если нет ограничений по пандемичным вот этим всем вещам, то возможен влет в Черногорию без визы. Нужно провести там максимум два дня. Это подача, сдача биометрических данных всеми членами семьи. И на следующий день или даже в течение этих же суток получение паспорта. Все. Это торжественная процедура? К ней как-то готовиться надо? К сожалению, нет, но когда ты приходишь в министерство, уже оно само по себе очень торжественный момент. И все наши клиенты, мы их фотографируем для себя, для нашей собственной памяти. И все выглядят ужасно счастливыми, и мы их прекрасно понимаем. Уточняю еще вопрос от Олега. Подпись «Преддоговор». Она с цифровой подписью или просто сканированный вариант? Просто сканированный вариант. И «Преддоговор» подписывается нашим представителям по нотариально заверенной доверенности здесь, на российской земле, от инвестора. Окей. Давайте тогда чуть ближе перейдем к финансовым условиям, и потом уже сразу перейдем к проекту «Монтис», как к примеру. Значит, финансовые условия, а сколько все-таки надо, на какую сумму надо купить, коль уж мы говорим о недвижимости? Черногория, как мы начали говорить, элементарная программа. Состоит она в том, что необходимо вложить либо 250 тысяч евро в северный проект, одобренный, авторизованный государством на севере страны, это Калашин или Жабляк, или на юге страны от 450 тысяч евро, тоже в отельную, авторизованную правительством под программу гражданства через инвестиции и недвижимость. Причем на севере страны проектов ограниченное количество, их 11+, начинают добавляться еще, и на сегодняшний момент 4 проекта одобрены на юге страны, и вот как раз порог входа 450. Что касается севера, что можно приобрести за 250 тысяч евро, либо долю в проекте отельном, либо комнату, о которой далее расскажет как раз Светлана Томпсон более подробно, на юге страны можно приобретать апартаменты в полное пользование. Плюсом к 250 или 450 тысячам евро добавляется еще взнос государственный, благотворительный, на который, как мы и говорили, открываем эскрую счет также. Он равен 100 тысячам евро, причем неважно сколько членов семьи, один или восемь, 100 тысяч на семью, на один файл, который нанесен в государство с одним главным аппликантом. То есть это такой подарок, такой подарок на возврат и на невозвратность. Это подарок на развитие страны, именно на эти деньги развивают совсем неразвитый на сегодняшний момент север Черногории, и через 10 лет мы его, поверьте, не узнаем. Плюсом к калькуляции добавляются государственные пошлины, которые называются, их всего две, очень просто запомнить, application fee, 15 тысяч евро на главного аппликанта, 10 тысяч на каждого зависимого члена семьи, до количества членов семьи 5 человек, и уже за шестого application portion будет большая по 50 тысяч за каждого. И due diligence, мы его уже упоминали, 7,5, если один аппликант, 10, 1, 2, 3, 4 семья, и по полторы тысячи за каждого дополнительного члена семьи, плюс услуги юридического сопровождения, плюс оплата эскру счетов, которые открываются в банке, плюс нотариальное заверение, переводы, опостили, DHL, медицина, фотография, все. Вот из этого всего, это умещается на пяти пальцев, состоит программа Черногории. Окей, давайте поступим теперь следующим образом. Мы, Софья, к вам еще вернемся с вопросами и оплатами. Пожалуйста, друзья, если есть вот Софье какие-то конкретно вопросы, пожалуйста, тоже задавайте их в чате. Софья сейчас, соответственно, будет на них отвечать, а мы, Светлана, переходим к вам. Давайте теперь поговорим о проекте. Дело в том, что черногорская недвижимость, она для подавляющего большинства людей, это в первую очередь недвижимость курортная, в смысле приморская, да, и все знают бар, будву, чуть меньше там улцы, например, знают бог Которскую бухту, конечно. А вот что такое север Черногории и вообще, что мы там забыли, об этом говорят меньше. Поэтому давайте, во-первых, подключим сейчас презентацию нашу, уже презентацию проекта. И Светлана Томпсон, глава представительства России и СНГ, Монтис Маунтин Резерт. Пожалуйста, начинайте свой рассказ. Да, спасибо, Гриб. Как только что сказала Софья, то есть программа как раз была и создана для того, чтобы развивать этот самый север, потому что, в принципе, у них для этого все есть. У них прекрасная природа, замечательные места, у них потрясающе много объектов под охраной ЮНЕСКО находится. То есть и в связи с этим, именно почему на севере больше находится объектов, авторизованных проектов под программу гражданства, для того, чтобы этот самый север развивать. Наш проект находится в Калашине. Калашин, он и сейчас, в данный момент является самым крупным, самым развитым и самым посещаемым городом, горнолыжным курортом. Находится он в 73 километрах от столицы Подгорицы, от столицы Черногории Подгорицы. Сейчас дорога от Подгорицы до Калашина по серпантину занимает порядка часа-полутора. И сейчас гражданство правительства Черногории вкладывается в развитие севера. Сейчас строится самая первая в Черногории автомагистраль, которая как раз-таки соединит столицу Подгорицу и курорт Калашин. И дорога по этой автомагистрали займет уже порядка 30 минут. То есть это будет очень комфортное новое скоростное шоссе. Также, несмотря, как бы не рассчитывая только на инвесторов, которые будут строить свои проекты на севере, государство само сейчас вкладывает огромные деньги в развитие Калашина. Сейчас есть государственная программа по развитию этого региона. Будет построена вся абсолютно новая инфраструктура. Будут увеличены горнолыжные трассы. То есть если сейчас в Калашине 45 километров трасс, то к концу этого года, к началу горнолыжного сезона, уже будет 60 километров трасс. И к 2023 году они планируют увеличить до 125 километров. Светлана, а вы сами были в Калашине, и вот просто ваше ощущение, вот что он напоминает, это как? Ну потому что 45 километров трасс для людей, которые горнолыжным спортом занимаются так себе, нерегулярно представить тяжело. Вот как это все выглядит? Нет, сейчас понятно, что сейчас север у них не особо развит. Там, тем не менее, туда приезжают, естественно, там 80% это граждане Черногории, которые приезжают на этот курорт. И также туристы из соседних стран. И они планируют сделать Калашин, ну, может быть, не Куршевелем, но, по крайней мере, курортом, ну, это действительно так, они планируют его сделать курортом достаточно высокого европейского уровня, потому что там будет абсолютно вся новая инфраструктура. То есть там сейчас строится новый променад, будут все новые подъемники. И понятно, что для профессиональных лыжников это 45 километров трассы – это не так много, но дальше больше, и оно будет с каждым годом все увеличиваться, увеличиваться, и в конце концов север будет развит. А вот сейчас, Калаша, это такая, знаете, аутентичная деревушка, или там одна-двух-трехэтажные дома, там что там с кафе, с ресторанами, вот на данный момент? Это такой черногорский колорит? Больше, наверное, черногорский колорит. Есть и отели, и рестораны, кафе, все есть. То есть инфраструктура развитая, все, кто приезжает туда, не останутся ни голодными, ни на улице. Вот, ну, естественно, все это требует развития, но, тем не менее, все, что нужно для отдыха, полноценного отдыха, все там есть. Окей. Ну, давайте тогда перейдем к вашему проекту. Итак, проект, несколько слов о нем, в общих словах, что он собой представляет. Итак, Монтис, Маунтин Резерт. Я тогда перейду. Да, наш проект будет находиться на самом берегу реки Тара. Тара, кстати, это тоже является, к вопросу о Калашине, жемчужиной этого региона. Тара – это очень известная река. Она известна на весь мир своим самым глубоким каньоном в Европе и вторым по глубине каньоном после Гранд-каньона в Аризоне, США. И вот там на фотографии, наверное, не очень хорошо видно, но она протекает прямо, практически будет под окнами наших клиентов, под окнами нашего отеля. Также рядышком как раз находится национальный парк Белградского вора. Это самый древнейший национальный парк в Черногории. Проект у нас, общая площадь застройки, 29 тысяч квадратных метров. Сам отель будет состоять из 238 номеров. Номера будут разных категорий. Я к этому потом вернусь. Что касается инфраструктуры, то на территории отеля у нас будет большая зона спа, больше тысячи квадратных метров. В спа будут тренажерные залы, два взрослых бассейна, один детский бассейн, спа, ледяные бочки, цельные пещеры, процедурные массажные кабинеты. У нас будет собственный 3D-кинотеатр, большой конференц-зал на 400 человек с большими достаточно вместительными переговорными комнатами до 50 человек. Таким образом, мы также планируем привлекать какие-то такие бизнес-группы, корпоративные поездки, что, соответственно, забегу вперед, будет, опять-таки, сказываться на доходности, потому что, в первую очередь, все хотят все равно какой-то доходный проект приобрести. То есть вы изначально видите, что, ну, то есть, как бы, по крайней мере, свой проект вы рассматриваете именно как историю круглогодичную, именно за счет вот этой деловой и природной составляющей, не ограничиваясь. А курортный сезон, если мы говорим о горнолыжном сезоне, он какой в Черногории? В Черногории он в разных регионах там плюс-минус отличается на несколько недель на месяц, но в Калашине он с ноября по апрель. И вы правильно сказали, да, что благодаря своему расположению он будет абсолютно круглогодичным курортом, потому что он будет... Калашин и сейчас популярен летом не менее, чем зимой. То есть это будет отель, который будет приносить доход не только с ноября по апрель, а который будет приносить абсолютно круглый год. И еще хочу сказать, что у нас единственный на Севере проект, у которого есть свои собственные спортивные активности. Теннисный корт, волейбольная, баскетбольная площадка, вот здесь, кстати, видно футбольное поле, боулинг, и, естественно, рестораны, кафе, бары. И всей инфраструктурой могут пользоваться не только гости, которые будут жить в этом отеле, а все, кто просто приезжает, абсолютно любые желающие. Ну, я сейчас тоже полистаю пока несколько просто слайдов презентации. Понятно, что пока это рендеры, но идея примерно такая, да? То есть как бы вы делаете и оздоровительный курорт, и... Абсолютно. Тренажер может быть немножко другого цвета, но это уже так... Вполне возможно, да, что мы пересмотрим немножечко, да. И если вы сейчас откроете слайди, как раз сразу скажу, что про категории номеров у нас будет две подкатегории. У нас будут номера за 250 тысяч евро, как это нижний порог входа в программу, и номера за 500 тысяч евро. 250 тысяч евро – это номера 33,5-43,5 квадратных метра. Это будет заявка на... Вот как раз, да, спасибо. Это будет заявка на одного инвестора и зависимых членов их семьи. Если у вас большая семья, два инвестора, вы, не знаю, родственники или просто семьи друзей, вы можете приобрести один большой номер executive suite или президентский suite площадью 72 и 85 квадратных метров, и подать заявку на двух инвесторов, но на один номер. Я предлагаю, ну, поскольку, возможно, у кого-то уже есть вопросы, которые вы хотите задать чуть позже или связаться с проектом, я прошу просто контакты проекта в чате сейчас опубликовать, с тем, чтобы они там висели, и в любой момент можно было бы связаться. Ну, со Светланой Томсом вот напрямую можно связаться, и с электронной почтой, и сайтом телефон, и по вопросам оформления гражданства, и по вопросам, собственно, инвестиций в проект. Давайте в двух словах все-таки об инвестиционной составляющей, потому что это вопрос важный. То есть, ну, когда вообще с программами гражданства имеешь дело, ты что-то покупаешь, и вот дальше вот это что-то, оно или начинает на себя работать, или уж, извините, нет. Как вы видите свои шансы заинтересовать не только получателей гражданства, но и инвесторов, кто вообще с этим проектом работает, и какая здесь вот эта бизнес-схема будет осуществлена? Да, Филипп, когда мы говорим о проекте, который идет под гражданство, естественно, что речь здесь идет не о доходности, но тем не менее каждый инвестор хочет вложить деньги так, чтобы получать какой-то доход, ну, и не какой-то, а желательно хороший доход. Что касается нашего проекта, то здесь, наверное, самое первое, что я скажу, что нас отличает, это то, что у нас курорт пятизвездочный, отель будет пять звезд. На севере всего два отеля имеют такую звездность, остальные все четырехзвездочные отели. Второй момент, это вот, да, спасибо, что вы открыли, это самый важный, то, что у нас будет отель полностью под управлением знаменитого менеджмента «Сплендит». Многие из вас, кто были в Черногории и вообще слышали, просто «Сплендит» – это такая, скажем так, визитная карточка Черногории, это самый первый пятизвездочный отель на всем Адриатическом побережье. И несколько лет он был, в принципе, вообще единственным пятизвездочным отелем в Черногории, и по сей день он остается самым большим отелем в Черногории. И этот отель может, наверное, как не очень многие отели в мире, похвастаться своими звездными гостями, причем это не только российские звезды, известные люди, но это голливудские звезды, и Билл Клинтон в свое время там останавливался, Мадонна и так далее. И поэтому здесь, учитывая, будет «Сплендит» на юге, «Сплендит» на севере, и таким образом это имя будет, естественно, привлекать к нам большой поток клиентов, потому что это уже проверено. Отель «Сплендит» был открыт в 2006 году, и по сей день он не теряет, качество остается на высоте. Ну, то есть, можно ли понять, чтобы я просто для себя еще понял, «Сплендит» – это просто ваш партнер, партнер застройщика, или это соинвестор, или просто управляющая сеть, кто это такие? Он будет полностью управлять нашим отелем. То есть, этот договор уже заключен, и здесь как бы вопросов… Да, договор уже заключен, все подписано, да, и у нас в названии написано «Манеджмент сплендит». Хочу просто еще попросить, знаете, что, я знаю, мы решили не показывать сейчас видеоролик, он очень красивый, но он такой длинный, и кто захочет, может, посмотрит самостоятельно. Мы просто в чате опубликуем сейчас ролик о проекте, ссылку на ролик. Вы можете, ну, просто посмотрите. Вполне себе впечатляющая картинка. Понятное дело, что сейчас стройка выглядит по-другому. Кстати, как она сейчас выглядит? Какие вообще сроки строительства, как это все работает? Да, мы планировали начать строительство в январе этого года, но этой зимой на севере Черногории, ну, как, в принципе, везде в Европе и у нас в России, мы тоже знаем, что даже на юге у нас выпало просто какое-то неимоверное количество осадков. В соседнем курорте было, вот, скажем, январь-февраль до полутора метров осадков. В Калашине было в районе метра. И поэтому, естественно, что из-за этого приостановилось строительство абсолютно всех проектов северных. И мы сейчас ждем, как только сойдет снег, как только будет такая возможность. Мы сразу же начинаем строительство. Я думаю, что это будет самое начало апреля. Мы все на это очень надеемся, что больше осадков не будет. И, Филипп, можно я немножко вернусь, да, как раз к теме инвестиций, да, что клиент получает, мы немножко не договорили, да. А у нас еще, что очень важно, что у нас наш инвестор получает 40% от чистой прибыли отеля. Во-первых, очень важный момент, что у нас номер идет в собственность. То есть инвестор... Я бы хотел спросить, если я правильно понял, как раз Софья сказала, что есть два способа. Либо ты покупаешь долю, либо ты покупаешь номер целиком. Вот в реальности, что ты здесь покупаешь, еще разочек сакцентируем. Давайте на этом внимание, потому что мне кажется, это важно. Я открою еще вот этот слайд с ценами, где он у нас был. Здесь инвестор покупает номер в собственность, и он получает документ о собственности, то есть нет доли в отеле. И инвестор получает 40% от чистой прибыли отеля. То есть здесь идет прибыль за номер, который инвестор будет сдавать 11 месяцев в году, плюс прибыль со всей инфраструктуры, со всех активностей отеля. Как я уже сказала, это кинотеатр, это спа, это тренажерные залы, все спортивные активности. То есть это, естественно, увеличивает прибыль инвестора. Также в отличие... Сколько я должен... Да, продолжайте, продолжайте. Я потом спрошу, несколько вопросов пришло, как раз хочу уточнить. Да, в отличие от других проектов, которые предлагают номер в собственность, у нас единственный проект, в котором нету сборов на содержание недвижимости. Вот, я как раз про это и хотел спросить. Прошу прощения. Он составляет 50 евро за квадратный метр в год. То есть в зависимости от размера комнаты он варьируется полторы, две, чуть побольше тысячи евро в год. То есть и этот доход идет клиенту, инвестору. То есть это будет как дополнительный доход, а не расход. А самое главное, что инвестор не... Не надо ему каждый год держать в уме дату, когда ему нужно оплачивать этот сбор. Прошу прощения, а можно еще разочеку уточнить? Значит, вы сказали, что ежегодных платежей за обслуживание, соответственно, никаких нет. За содержание номера. Есть инвестиционные, но это будут не платежи. То есть есть какие-то платежи, которые будут... Инвестиционный фонд, резервный фонд, которые будут снижаться из прибыли. Но дополнительных платежей, да, абсолютно никаких нет. И здесь еще тоже, что очень, я думаю, заинтересует многих инвесторов, то, что мы предлагаем, пока идет строительство отеля, отель будет готов в конце 2024 года. Это время. Он может бесплатно проживать в отеле Splendid. Это на юге Черногории. На юге. Да, да, да. Одну неделю в году бесплатно. И на остальное проживание, и на всю инфраструктуру, у него есть карточка лояльности, которая ему дает на это все скидку. И когда сдается отель Монтис, он может проживать в Монтисе один месяц в году. Ну, и точно так же у него будет скидка на все активности, на всю инфраструктуру. То есть один месяц в году я проживаю в любое время, когда мне удобно, в своем номере, вот, без ограничений. То есть я как-то, ну, предупреждаю вас заранее, как-то так это работает? Не совсем в любое время. Здесь нельзя будет останавливаться в самый высокий сезон. Это с 25, естественно, декабря по 12 января. И не больше 10 дней в месяц. Остальное время все, естественно, все оговаривается заранее. Скажите, пожалуйста, вот, когда вы говорите, что я покупаю номер, ну, вот гостиница, да, и вот первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый, я указываю, какой конкретный номер я покупаю, что вот этот номер мой, или там номер, там, 254, или это не совсем так? Если вы хотите взять 254, или вы выбираете номер, который смотрит на реку, на горы и любой вид абсолютно. Мы просматриваем планы, вы выбираете тот номер, который вы хотите. А есть ли разница в цене в зависимости от этажа, от вида? Ну, площадь, понятно, но площадь, она везде более-менее одинаковая. Что там дороже, условно говоря, вид там на гору или на реку? Нет, номера идут все по одной стоимости, размеры номера, и вид абсолютно все идет по одной стоимости, 250 тысяч евро. Это небольшие номера, и 500 тысяч евро – это номера уже президентские сьюты. И здесь, конечно же, важно как можно быстрее зарезервировать, потому что хорошие виды у нас, конечно же, резервируются в самую первую очередь, но, тем не менее, еще есть, можно выбрать. Правильно ли я понимаю, что вот… Вы сказали, что какое-то время я смогу там жить. Еще раз давайте повторим. Один месяц в году, но не более чем 10 дней в месяц, и новогодние праздники оставляем для самых, ну, таких, что называется, дорогих клиентов, в буквальном смысле слова, потому что они больше всего… Да, 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 они золотые. Как я понимаю, у вас нет программы гарантированной доходности, но вот ваши расчеты, ваша оценка, ну, чтобы инвестор мог примерно, ну, так, для себя понимать, как вы видите, ну, в среднем и в успешном случае, о каких суммах доходности может идти здесь речь через 3-4 года? Ну, смотрите, как я уже говорила, что в таких проектах, которые под гражданство, мы не можем говорить о гарантированной доходности, поэтому гарантированной доходности, естественно, здесь нет, но мы планируем выйти на достаточно хорошие показатели доходности именно в связи с тем, что мы работаем под брендом Splendid, то есть под управлением отельного менеджмента Splendid, плюс круглогодичность курорта. Вот по всем вот этим показателям мы планируем показывать очень хорошую доходность, потому что у нас проект не заточен именно под гражданство. Он у нас идет и гражданство, и лайфстайл-проект. То есть если бы не программа гражданства, то у нас девелопер так или иначе задумывал построить отель хорошего уровня на севере, потому что север так или иначе все верят, что север будет развит, север Черногории, ну, правда, у них есть абсолютно все для очень хорошей базы. И поэтому здесь мы не заточены именно на программе гражданства, и мы рассчитываем, что у нас будет привлечено очень-очень много гостей. А правильно ли я понимаю, просто вот срок сдачи 2024 год, но тебе не нужно ждать 2024 года для подачи на гражданство, ты же можешь сделать это тоже прямо сейчас, то есть как бы внося сумму, да, проект строится, но гражданство ты получишь до того, как уже реально объект будет сдан. Конечно, ну, потому что все программы, авторизованные под гражданство, это все новые проекты. Поэтому, да, здесь выбирается номер, подаются документы, получается паспорт, инвестор уже может отдыхать в отеле Splendid, и все, и уже будет паспорт. Тоже так, уточнение, как это все выглядит изнутри. То есть вот я хочу выбрать какой-то номер, какой вид из окна, понятно, у меня покажут, что можно сюда, можно сюда, а вся внутренняя отделка, она универсальная, и здесь никакого выбора у меня нет. То есть, словом говоря, там, в белом стиле, в черном стиле, там, с картинами, на стене, без картин, все они примерно одинаковые, и здесь, в общем, с одной стороны, нет выбора, с другой стороны, голову ломать ни над чем не надо. Это так? Конечно, потому что все номера сдаются с полной отделкой и с мебелью, текстилем, и абсолютно готовый под ключ, и, естественно, что все отели, они будут, ой, все номера, они будут выполнены в фирменном стиле отеля, поэтому, конечно же, здесь не будет что-то такого разнообразного, они все будут под единый стиль выполнены. Смотрите, еще разочек тогда все-таки хочу уточнить. Срок сдачи 2024 год, то есть, означает, ну, исходя из того, как вы сказали, ну, строительство ведется в Черногории, по сути, три таких весенне-летне-осенне сезона, да, будет вести строительство, и вы сказали, к концу 2024 года, то есть, сезон 24-25, по вашим ощущениям, он уже должен, отель уже должен функционировать и будет принимать прибыль. Да, конечно, мы его застанем, мы планируем открыться как раз к этому сезону. Окей, хорошо, давайте тогда поступим сейчас следующим образом, мы еще несколько слов, Светлана, обязательно к вам вернемся, не отключайтесь, пожалуйста. Софья, если вы с нами, можете ли вы сейчас на несколько секунд подключиться, как раз еще пару вопросов хотели вам задать, вот в связи с чем. Это, на самом деле, вопрос и Софии к вам, и Светланы к вам, то есть, тут уже такая история, есть проекты на юге, есть проекты на севере. Разница в цене, в общем, ну, примерно в 200 тысяч. Понятное дело, что юг, это море, это то, что нам северным людям, ну, на эмоциональном уровне нравится гораздо больше, но особенность черногорской программы в том, что, как вот Софья сказали, вы, Светлана, подтвердили, это же программы, где ты покупаешь не жилье, скажем, для себя, а это инвестиция в отель, то есть здесь ты, ну, в каком смысле, гость, хотя это и твой номер, и ты полный его собственник, но ты гость в том смысле, что там постоянно не живешь. Соответственно, есть такое мнение, что сравнивая север и юг, покупая на севере, ты можешь рассчитывать на, ну, соответственно, получение гражданства, и плюс вот на ту разницу, условно, в 200 тысяч между севером и югом, купить себе что-нибудь под гражданство, под тебя лично, под твои личные нужды, то, что ты захочешь, и программа работает именно так. Ну, здесь нужно сказать, Филип, сразу, что на 200 тысяч что-нибудь такое эдакое на берегу, на юге страны купить, это не получится, но вообще, если сравнивать север и юг, что мы рекомендуем клиентам, кто не определился, собираются ли они жить в Черноборье, мы рекомендуем им, безусловно, север, потому что вкладывать в юг и не ездить, потом не проживать в своем апартаменте, не хотеть заниматься сдачей в аренду и всеми вот этими мелочами, связанными с управлением своей недвижимостью, не нужно для этого покупать, делать южную инвестицию за гражданство. Нужно просто инвестировать в хороший, понятный проект на севере, который будет приносить минимальный доход, из которого можно будет достаточно просто выйти потом через пять лет, а уж если ты захотел связать свою жизнь с Черногорией, если ты кипел к ней сердцем, приехав на биометрию и больше не захотел покинуть, то тут нужно просто проехаться, и мы оказываем такой сервис всем нашим и потенциальным, и существующим клиентам проехаться по побережью и выбрать себе ту точку на карте, которая симпатична тебе конкретно в данном конкретном месте и времени, и уже выбрать свои собственные занавески, двери и так далее, и вид из окна, и тогда ты будешь жить либо в апартаменте, именно купленным для себя под свои нужды и свою семью, либо ты выберешь ту виллу или тот дом, который тебе импонирует и только тебе, и тебе не будет навязывать, и ты не будешь ждать, пока это все будет достроено, и ты не будешь, не будет болеть у тебя голова, в общем, за сдачу эту варенду, это твое. Понятно. Можно, кстати, еще уточнить про вот 5 лет и право собственности, как эта схема работает и от какого срока вот эти 5 лет будут высчитываться, потому что, собственно, вы сказали, вы подтвердили, что недвижимость можно купить, через 5 лет ее продать, уже имея гражданство, и, в общем, у тебя никаких штрафных санкций не будет. В двух словах, от какого срока она работает? Тут я начну, Филипп, Светлана продолжит, думаю. По закону не выставлен никакой определенный срок, в который необходимо держать тот или иной объект авторизованной недвижимости, но девелоперы, каждый, имеет право выставлять свои собственные сроки. Как правило, это 5 лет, за которые инвестор не имеет права продавать свою долю, комнату, апартамент. Но есть и девелоперы, которые выставляют обязательства продажи вторичной уже после, сразу после получения свидетельства о собственности тайтла. То есть по-разному это бывает. Это где-то через 3,5-4 года произойдет. Но большинство, 80% это через 5 лет. Уточните тогда такой момент. Вот смотрите, у нас, допустим, вот к Светлане приходит клиент, оформляет, начинает всю процедуру, он готов заплатить, ну, за номером, который стоит, допустим, 250 тысяч. Оплата происходит, условно, летом. Летом 2021 года. С лета 2021 года отсчитывается вот этот, ну, условно, пятилетний срок. И еще раз уточнение по поводу паспорта. Вот если я заплатил летом 2021, проект будет готов зимой 2024, паспортной программе это не мешает, это два параллельных процесса. Паспортной программе это, безусловно, не мешает. Если вы подали с 1 июня, значит, с 1 июня идет отсчет, и вот в 6 месяцев государство уложится и выдаст вам и решение, и вы приедете на биометрию получать паспорта. Что касается отсчета времени, это к Светлане вопрос, как считают деятельности. Светлана, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, в принципе, все, как сказала Софья, как только подписывается контракт, приобретается номер, с этого момента отсчитывается 5 лет, и затем можно уже выходить из инвестиций. Ну, либо выходить, либо оставить, если это будет... Если будет у меня срабатанное желание. А есть ли у вас в вашем проекте какие-то обязательства? Ну, хорошо, я решил выйти из инвестиций, я должен это обязательно вам продать, или я могу на рынок выставить это предложение? Какие здесь есть у меня? Нет, смотрите, обязательств никаких нету, так же, как нету, как, в принципе, ни в одном проекте, нету гарантированного обратного выкупа. Но мы сейчас рассматриваем, обсуждаем вот этот вот момент, на каких условиях. Естественно, девелопер, он самый первый будет рассматривать выкуп, да, через него покупалось, и к нему в любом случае пойдут. Поэтому мы сейчас рассматриваем вот этот вот обратный выкуп, все условия, я думаю, что в ближайшее время мы уже придем к какому-то решению. К какому-то решению. Окей. Вопрос, но ваша коллега Валерия уже ответила, на всякий случай давайте и в онлайн формате ответим, обязательно ли покупать именно номер, или вот в вашем проекте монетис можно купить на ту же сумму условную долю, поскольку человек, как и многие инвесторы, то, что Софья сказала, проживание их как раз в этом вопросе не интересует. Нет, в нашем проекте мы продаем только номера, у нас нет удалей, мы продаем номер в собственность. Окей. Ну и скажите тогда важный вопрос, Светлана, с чего начать? Вот, то есть, ну хорошо, заинтересовался человек, как вас найти, как завязать, что называется, сообщение, какие документы вам для начала нужно предоставить, чтобы вообще разговор как-то перешел уже в практическую плоскость? Смотрите, нам, мы можем, мы находимся в Москве, мы, наверное, единственный проект из авторизованных, из всех авторизованных проектов, у которых есть представительство российское, в любом случае мы все это можем сделать дистанционно, мои контакты я смотрела, были и в чате, и мы отправим все в презентацию. Да, в чате еще раз опубликуем, вот они и висят, еще разочек, если можно, опубликовать или нет, просто наверху есть, пожалуйста. Да, номер можно выбрать абсолютно любой, мы с вами выбираем номер. Выбрать это как? Вы что, предоставите какую-то там графику, схему какую-то? Ну, конечно, да, мы будем смотреть план поэтажный, и клиент скажет, какой номер, какой этаж, какой вид, и что хочется, свои предпочтения. Для резервации номера никакой предоплаты не требуется. Дальше мы зарезервировали номер, и дальше по документам клиент идет к Софии, если предпроверка пройдена и все благополучно, то затем переводятся деньги на эскроу счет, и дальше уже совершается покупка и все оформление документов, которое будет осуществлять АПЕКС. Софья, скажите, а вот перевод денег, есть ли здесь какие-то подводные камни, чисто технически, вот он как происходит? С переводом денег эпизодически бывают сейчас накладки, но это не только связано с нашим конкретным делом или с Черногорией в частности. Если в перевод вмешивается некий корреспондентский даже банк под санкциями, или который рассматривается как под санкциями, то деньги могут вернуться обратно человеку на счет. Поэтому мы выбираем, мы перед тем, как наши инвесторы делают перечисления, мы выясняем с их банкирами, каким путем идут их средства в черногорские банки. И уже тогда рекомендуем тот или иной банк в Черногории, а эскроу счета мы можем открывать не только в одном банке, там Адриатик, например, с которым мы 90% времени работаем, но есть еще и хипотекарные, и многие другие, в которых также можно открывать. И вот как раз путь, который проделывают средства клиента, от этого мы и отталкиваемся в рекомендациях. Бывает, что... по которым клиентам отказывают, если они не могут доказать источник происхождения средств. Собственно, ну, в прошлые годы мы активно с киприотами, с мальтийцами обсуждали этот вопрос. Как вы ответите на него? А вот что значит не доказать? Насколько тяжело в Черногории доказывается? Особенно, если сравнивать с программами других, из прошлого. Вы поймете, Павелик, что Дью Диллидженс делает не само государство Черногории, и слава Богу, наверное, поэтому мы называем... Соборократического элемента, да. Да, эту программу единственным некоррумпированным продуктом в стране, в принципе. До него невозможно добраться. Он вот такой уникальный, в этой стране, наверное, первый раз созданный, это вот как раз гражданство Черногории через инвестиции, так как Дью Диллидженс делается сторонними организациями, совершенно независимыми. Принимая решения, они смотрят на прозрачность истории аппликанта, главного аппликанта и членов его семьи, поэтому прийти к нам, как к иммиграционному адвокату и сказать нам, что у меня есть два чемодана денег, которые лежат у меня с 89-го года, потому что я когда-то вот как-то их там каким-то образом получил и хочу теперь купить на них. Я хочу так. Я хочу, дайте мне, уж я что-нибудь, ну ладно, я что-нибудь другое тогда куплю. Вы так рассказали про два чемодана денег, я прям загорелся. По-моему, прекрасная история. Скажите, по вашей практике отказов много и с чем они все-таки связаны в Черногорской программе? Отказов, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, немного. Связаны они могут быть с тем, что Дью Диллидженс принимает решение не в пользу клиента из-за того, что либо не указана какая-то информация в бумагах при оформлении, поэтому мы требуем, даже не просим, а требуем всех наших инвесторов рассказать нам, как на духу все свои истории, выложить всех скелетов в шкафу, из шкафа прямо нам на стол и вместе с ними мы складываем пазл их истории для того, чтобы подать в том самом русле, которые хотят ту историю создать, ту красивую, мы не придумываем биографию, но мы складываем из разрозненных частей ту историю человека, который хочет видеть Дью Диллидженс. Скажите, пожалуйста, а вот когда, если вдруг приходит отказ, там объяснена мотивировочная часть, почему он пришел или это вообще неизвестная история? Нет, и на примерах нашего соседа Мальты, у которых один отказ из четырех подач мы видим и точно то же самое происходит из Черногории да в общем-то и с любой другой программой гражданства через инвестиции государство не объясняет причины отказа. мы как лицензированный агент получаем просто бумагу об отказе, но если на Карибах, например, мы можем добиться понимания, почему произошло такое принятие решения, то с европейскими странами не пойдет. Окей. Вопрос от нашего зрителя. В программе неизвестно предусмотрено только 2000 паспортов. Как узнать, что квота в 2000 еще не выбрана? И тогда еще все-таки уточняющий вопрос. Вроде ведь программа должна к концу года закрываться. Ваше ощущение, будет ли она каким-то образом продлена? Что вообще про это говорят? Что слышно? И если ответ отрицательный, что все, по вашим ощущениям, ее закроют, назначает ли это, что, в общем, надо спешить? Ах, если бы, Филипп, мы обладали такой возможностью, как предвидение. Квота в 2000 достаточно большая. Выбирать ее могут сотнями только китайцы, которых сейчас немного. Поэтому европейские инвесторы, европейские аппликанты, они приходят единицами, ну, десятками. От нас, и нас всего лишь три агента, и мы четко понимаем, выбрана квота или нет. Поэтому, обращаясь к лицензированному агенту, клиент сразу поймет, из нашего диалога с ним может он подаваться, или он уже 1999. Ну, давайте так, предположим, предположим, к сожалению, и сценарий вполне-вполне реалистичный, что там с 31 декабря 2021, с 1 января 2022, все, программа закрывается. Это означает, что надо успеть. Пока это еще не последний вагон уходящего поезда, но поезд уже движется. Когда нужно, условно говоря, принять решение и пройти по вашему опыту те необходимые процедуры, то есть, когда я в Монтис не поздно обратиться, то есть, если я обращусь в 30-й и скажу, вот, привет, я такой замечательный, ну, скажите, спасибо, до свидания, к сожалению, с большой вероятностью. То есть, купить можно, а на паспорт рассчитывать уже нет. Так вот, где вот та граница, вот эти, те процедуры, после которых все, ты уже в поезде и поезд уже едет? Давайте скажем так, Филип, если программа не будет продлена, а узнаем мы о том, осталась ли квота и будет ли продлена программа где-то вот как раз 31 декабря, и это будет прекрасным подарком на Новый год 2022, если так произойдет, то для себя внутри мы понимаем, что ноябрь является той точкой отсчета, если программа будет закрыта 2021 годом, то в ноябре мы будем принимать последние заявки от клиентов, потому что минимум и максимум это месяц на бодрую, на бодрый такой сбор документов вместе с нашим юристом и на подачу документов в Черногории, то есть мы будем работать очень быстро со своей стороны, но есть еще и клиентская сторона, которая может завершиться и документы. Это ясно. Светлана, ну и тогда в завершении уже нашего вебинара давайте просто последние, основные, базовые параметры еще разочек напомним вашего проекта. В каком он сейчас состоянии, когда он, когда начнется строительство, количество номеров, цены и так далее. Пожалуйста. Да, еще раз повторю, наш проект в категории пять звезд, расположены мы в Калашине, 238 номеров четырех категорий, две категории номеров за 250 тысяч евро, это категории номеров размером 33 и 43 квадратных метра, и две категории номеров за 500 тысяч евро, это заявка на двух инвесторов и их зависимых членов семьи, если на большую, на большую семью или компанию, там есть только семей друзей. Мы предлагаем 40% от чистой прибыли отеля, от номера, который инвесторов в собственность, плюс прибыль со всей инфраструктуры, рестораны, бары, спортивные активности, спа, кинотеатр и так далее. Огромное количество у нас собственных активностей, как я уже говорила, кинотеатр, рестораны, волейбольные, баскетбольные площадки, футбольное поле и так далее. Давайте еще раз красоту эту покажу, как это там пролистаем. Итак, вот он, Монтис, это вот Поварайк Сплендит. Самый основной момент, на который, я думаю, стоит обратить инвестору, это, конечно же, вот вы сейчас пролистнули, это то, что у нас будет под управлением отеля Сплендит самого известного во всем мире первого пятизвездочного отеля в Черногории на всем Адриатическом побережье. У нас отель будет полностью управляться этим отелем, что будет сказываться на посещаемости и доходности. Отель у нас будет круглогодичным, благодаря как раз расположению все вот эти природные достопримечательности, известная река, национальный парк и так далее. То, что у нас нету в нашем отеле сборов на содержание недвижимости 50 евро за квадратный метр в год. И основной, тоже очень важный вопрос, к этому вернусь, то, как я говорила, пока идет строительство отеля, инвестор может проживать бесплатно в отеле Splendid на юге Черногории одну неделю в году и после окончания строительства отеля Montis один месяц в году на севере в Montis. И важный момент, очень часто возникают эти вопросы, вот сейчас я смотрю, что его не задали, о гарантиях. Наш проект имеет банковскую гарантию в размере 2,5 миллионов евро, которая является как раз таки гарантией того, что проект будет завершен и завершен ровно в указанный срок. То есть, условно говоря, не дай бог, ну или, к сожалению, это вероятно, программа гражданства закрывается, ваш объект продолжает строительство, потому что деньги на это строительство, условно говоря, есть. Ну, программа так или иначе в конце этого года, как уже сейчас только что обсуждали, она закрывается, если она не будет продлена. Поэтому, да, но здесь у нас всего лишь пять проектов имеют вот такие банковские гарантии, и здесь, естественно, что это является того, что мы будем спешить, торопиться заканчивать. Давайте два момента еще. Софья, подключитесь к нам, мы уже сейчас заканчиваем. Подключитесь еще разочек, пожалуйста, и мы тогда просто, чтобы мы здесь все были. Последние пары вопросов. еще разочек. Значит, ваш номер в отеле стоит от 250 тысяч евро, так, и, соответственно, 500 тысяч евро, да. И, соответственно, один номер можно купить на всю семью, ну, семья, это имеется в виду родители, дети, да, и это будет основанием для получения гражданства одного номера достаточно. Если вы покупаете номер на двоих инвесторов, потому что родители в черногорскую программу не входят. Нет, я имею в виду родители в смысле основания. А, инвестор, мама, папа, да. Никонек рассказал, давайте еще разок, так что я мог запутать. Значит, мама, папа, вот два основных инвестора и их дети. Один номер 250 тысяч. Если дедушки, бабушки, это уже другая история, это уже два номера, условно говоря. Либо два номера небольших, либо один большой, да. Да. И еще один вопрос, сколько всего номеров в отеле? Еще раз. 238 номеров. 238. Ну, и тогда буквально по 30 секунд, Софья, ваш заключительный маленький спич о Черногории, о программе и так далее. Спасибо, Филипп. Во-первых, спасибо всем, кто дослушал наш вебинар и был сегодня с нами. Мы счастливы представлять в этом году программу гражданства через инвестиции в Черногории и действительно считаем, что это будет и есть и будет самая успешная программа и самая интересная для наших инвесторов. она интереснее, чем Карибы и намного дешевле, перспективнее, чем мальтийская, например, программа. И я не сказала, к сожалению, и два слова. Почему программа Черногории интересна? Потому что сейчас паспорт Черногории позволяет безвизово передвигаться по всем странам Шенгенского соглашения Евросоюза, а до 25-го года страна собирается войти в Евросоюз, и вот тогда граждане Черногории получат все преимущества, которые имеют граждане Евросоюза, жить, работать и учиться в любой стране Евросоюза без ограничений. И это паспорт совсем другого уровня, нежели люди покупают сейчас. Ну, то, что вы сказали, да, я, к сожалению, надо, наверное, об этом отдельно поговорить, безвизовый въезд и история с ЕС. Ну, 2025-й, может быть, такой тоже, такой момент, не очень понятно, когда, когда это точно случится, все было бы гораздо проще, но, тем не менее, можно оформить вот неиммиграционную визу еще Е2 в США с помощью Черногорского, граждане Черногории имеют возможность оформить и низкий корпоративный налог, то, что еще отмечались, 9%, то есть, если открывать бизнес, то... И договор об избежании двойного налогообложения, о чем мы тоже не упомянули, с Российской Федерацией. Причем договор работающий, что очень ценно. Югославский. Светлана, ваше слово, пожалуйста. Да, мне, наверное, нечего добавить, присоединяюсь к словам Софьи относительно Черногорской программы. Что касается нашего проекта, если есть какие-то вопросы, мои контакты указаны, я с удовольствием отвечу на все вопросы, встретимся, все расскажу, и добро пожаловать в Черногорию, с удовольствием, с радостью приглашаем вас посмотреть место строительства нашего проекта. Черногория пока открыта. Единственное, что нет прямого авиасообщения, можно лететь через Томбул, через Термию. Да, но это совершенно комфортные стыковки, поэтому с радостью вас приглашаем, и мы будем рады всех видеть. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное. Задавайте, пожалуйста, вы можете напрямую обратиться к Светлане, к Софье, контакты мы опубликовали. Спасибо вам огромное. Читайте материал о этом проекте и о гражданстве Черногории на прианрух в течение нескольких дней. Ссылки все участники получат. И до встречи тогда. Еще разочек представляю наших экспертов. Это Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ. Светлана Томпсон, глава представительства в России и СНГ Montes Mountain Reserve by Splendid. И Филипп Березин, портал приандров недвижен везу рубежов. До скорой встречи. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok